Здравствуйте, дорогие рукодельницы! С вами Светлана Амельян и мое видео в поддержку проекта «Квадратный красный», где мы объясняем, как из прямоугольника создавать дизайнерскую одежду. Сегодня я покажу, как превратить прямоугольный кусок ткани в летнее платье. Чтобы сделать для куклы платье, я буду делать для куклы, потому что если использовать для себя, то нужен слишком большой кусок ткани. У меня такого сейчас под рукой нет. Поэтому я буду превращать кусок вот такой шифона, достаточно большой, я буду превращать в платье. И мне нужно его, этот кусок шифона, он слишком велик, мне нужно его либо отрезать, либо заложить складками. Я предпочитаю второй вариант, потому что в этом случае этот кусок остается целеньким, и с ним ничего не происходит, я могу использовать в дальнейшем. Для того, чтобы мой кусок походил на ту заготовку, которая мне нужна, мне нужно заложить его складками, мне нужно превратить верхний срез вот этой ткани в линию определенной длины. А длина вот такая, мне нужно обернуть вокруг талии дважды и через грудь. И вот у меня получается... Сколько тут? 93 сантиметра. Вот это тот размер верхнего среза, который нужен для того, чтобы получилась заготовка, которую мы можем уже применять в качестве платья. Причем кроме того, что у нас 94 сантиметра должна быть длина по верхней линии, еще есть ограничение, связанное с тем, что складок должно быть не больше, чем вот расстояние до талии, то есть вот не больше, чем примерно 45 сантиметров. 45 сантиметров мы делим на 2. и 45 сантиметров это будет 22,5 от каждого края, отмеряем этот размер. Это та точка, дальше которой складки мы не делаем. И дальше всю длину своего шарфа я закладываю складками, так, чтобы от одного кончика до другого через вот эти все складки у меня получилось 92 сантиметра. Вот я закладываю складки, и дальше у меня остается только их прошить на машинке. После того, как были складочки заложены, и я все замерила, что у меня все совпадает с той длиной, которую мне надо, мне остается только сделать верхний срез. Я для этого использую ленту, которая мне подходит по цвету. Я взяла достаточно широкую, но можно использовать любую. И моя задача сейчас состоит в том, чтобы эту ленту изнанкой к изнанке приколоть, в том числе и доходя до края самого изделия. И даже заходя за пределы на примерно сантиметров 15, можно и больше. Один из способов надевания, это с помощью вот этой ленты будет у нас над грудью. Надеваем на кукулу. Одна завязка в эту сторону, мы ее закрываем, вторая в эту. Теперь выкручиваем. Вот таким образом я еще сзади подхватываю и вывожу завязки сюда вперед. Вот, получилась вот такая. Вот, получилась вот такая комбинация. Пышную складку отправляем назад. Одна часть у нас закрывает грудь с одной стороны, вторая часть закрывает грудь с другой стороны. Причем. Чуть вот такие очаровательные книжки. Или вариант попроще немножко, когда мы делаем то же самое, но дополнительно лишний раз еще закрываем вокруг талии. Еще один оборот вокруг талии. Ну и самый простой вариант. Это, конечно, применение юбки именно в виде юбки. Нужно всего лишь один из кончиков вывести наверх, чтобы он не мешал. А дальше обмотать. И получим еще один комплект, который может служить юбкой. Юбка получается очень легкая. И так как она в складку идет внутри, то в ней очень легко ходить. Если вам понравилось, нажмите нравится и поделитесь с друзьями. Если вы хотите вязать красиво и быстро, ждем вас на сайте Изба вязания, где мы обучаем стремительному освоению любой вязальной машинки с нуля.